Всем привет! Вот настала заключительная стадия, последняя стадия нормировки. Это у нас нормировка гроздями. Вот у нас прошло опыление. И очень даже, на Алешеньке нам очень даже неплохо. Еще вон всыпется все. Это здесь тукай затесался, вот он плохо у нас опылился. Ну начнем с Алешенькина. Он у нас сорт самоубийца, он не любит большого перегруза, так как он очень хорошо опылился. Ну вот здесь у нас один побег. Один в принципе оставляем. Кстати, где был один, там как-то плоховатенько он опылился. Вот два. Было соцветие. Раз, два. Вот это помощнее. Вот это послабее. Ну вот послабее мы его удаляем. Все питание пойдет вот на эту грусть. Вот еще один. Вот еще один побежек. Тоже у нас нижний получше. Верхний похуже. Не всегда правда так бывает. Бывает и верхний получше. И вот верхний удалю. Вот оставили по одной грозди на побег. И так далее. Вот здесь. Сейчас посмотрим еще. Ну это тоже помощнее. Естественно выберем в пользу этого. Удалим. Вот этот. Как было бы не жалко, но процедура эта обязательная. Так, давай вот сюда. Пойдемся. Здесь у меня тукай. И он весь плохо обылился. Вроде бы соцветие было мощное большое. А толку от него по пару ягодок. Поэтому вот здесь я оставлю оба побега. Чтобы набрать хотя бы, попытаться хотя бы с двух. Ой, не два, побега под игрой заставлю. И натянуть хотя бы грамм 800 с побега, чтобы не выдало урожай. В общем, на тукай я везде оставлю. По два. Вот здесь один был. Более-менее так. На троечку опылился. Где по два соцветия было. Ну вон, сплошной горох. Сплошной горох. Вон одно, вон второе. Тут особо не разгуляешься. Почти все рассыпалось. Ну и вон вообще шедевр лысый. Тут вообще ничего не осталось. Вон один был на побег у нас. И вот, вот два на побег. И вот, ну вот что. Что тут вырезать? Вырезать нечего. Тут даже полкило не наберется на две грозди. Ну вот так вот смотрим, формируем. Ну вот этот у меня сорт, он мощный. Он выдает по две, по три грозди на побег. У него грозди грамм по 300 в среднем. Поэтому здесь я ничего удалять не буду. Все, что завязалось, все я оставляю. Где две, где три, полностью оставляю. Оно все вытянет, все вызреет. Ну вот здесь, кстати, опыление очень хорошо прошло. Здесь раз, два и три. Оставлю все. Оно у меня пойдет там на соки, на вино может быть. Потому что от него выход сока очень даже неплохой. Это что-то типа мельского розового, только он черный. Ну вот это 342. Ну вот с ним вопросов вообще никогда нет. Вообще. Это кишмиш. У него опыление шикарное всегда. Ему даже не мешало бы побольше осыпаться, потому что у него бывают грозди очень плотненькие. Ну вот скажем, вот этот. Здесь грозди будут, ну наверное, по полкило. Вот здесь я оставлю две. Вот этот, я думаю, он будет килограмм даже более. Поэтому я вот из двух побегов выберу один. Ну естественно, вот нижний он самый мощный такой. Он и рыхлый, он и хорошо сформирован. Вот как бы сердце у меня не болело, как не больно, но берем и удаляем. Жалко, печально, но если это не сделать, то они будут такие дохленькие, слабенькие. Вызреют поздно. А так он наберет быстро кондиции. Будет мощная гроздь, вкусная, сладкая. Если не делать это мероприятие, то куст может перегрузиться, ягода может вообще не вызреть, или вызреть очень поздно. Куст может тоже уйти ослабленным в зиму, может вообще не призимовать. Поэтому лучше эти мероприятия проводить на кустах, где грузди в районе килограмма. Где менее килограмма, там можно пожертвовать. Можно, ну не пожертвовать, можно оставить по два, по две грузди на побег. Они в общем и в целом наберут тогда на побег около килограмма, килограмм-полтора. Значит, этот мы оставили, а вот здесь только один завязался, маленький, дохленький. Вот здесь тоже один завязался. Так. Все распутать надо, здесь позапутывалось. В общем, вот так вот и проводим это мероприятие. Вот тоже довольно мощненький. Я думаю, так, вот этот послабее. Я думаю, этот мы тоже удалим. Пользуя этого. Здесь у нас, что это слабенький. И здесь слабенький. Здесь оставим оба. Так. И вот на заднем плане у нас два поддержки. Точнее, две игрушечки. Где мощаги? Вот тут, по-моему, даже верхняя выглядит более товарно. Поэтому здесь я вырежу. Сейчас еще раз посмотрю. Доча, какую нам выбрать, скажи мне? Эту или эту? Вот они. Вот эту. Вот эту выбрать? Так, дай-ка я еще проверю. Они мешают. Вот лист, кстати. Почему я удаляю листья? Лист мешает. Тут толком не разобраться. Мне кажется, верхняя она более сформирована красиво. Они по мощности вроде бы одинаковые. Оставлю верхний все-таки. Этот удалил. И вот оставил вот этого красавца. Все. И вот все в таком вот режиме. вот это на мусорку. Сердце кровью обливается, но ничего не поделаешь. Это только на пользу. Поэтому не надо жадничать, жалеть. Иначе, как говорится, жадность фраера погубит, если этого не сделать. Как в народе говорят, надо задушить собственную свою жабу. Вот если взять, например, крайний побег, самый крайний, на него максимальная сила питания идет, поэтому на нем, даже если там довольно мощные грозди завязались, можно, в принципе, оставить на крайних, только на крайних, по две грозди. На остальных, на мощных, только по одной. Поэтому здесь можно немножечко себе позволить пожаровать. Можно позволить себе получить лишнюю гроздочку. Оно вытянет, на крайних проблемах, на крайних побегах с этим проблем не будет. Поэтому можно оставлять по две, даже если они две, такие довольно жирные, мощные. Но опять же, будем следить за побегом. Если коронка будет загнута, то значит, у него все проходит шикарно. Ну, если вдруг выпрямилась, тоже все-таки тогда лучше не баловаться, а удалить одну грозочку. Ну вот, отходы производства. Нервных просьба удалиться, не смотреть. У меня жена, когда такое видит, у нее просто истерика начинается. пока она не видит, я это видео засниму. В любом случае, все, что мы удалили, оно компенсирует на тех гроздях, которые останутся. Они просто станут в два раза мощнее. не будет куча мелкого гороха, а будут нормальные, хорошие грозди. Поэтому, по сути, вы получите урожайный стул, который должна быть на этом кустике. То, что вы убрали, к примеру, условно говоря, ну, килограмм пять, например, с куста, эти килограмм пять, они компенсируются и заложат этот вес на гроздях, которые у вас остались на кусте. Все на этом. Кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok